Всем здравствуйте! Сегодня мы вам расскажем, как быстро и легко настроить IP-камеру AXIS. Остановимся на камере AXIS P1447LE, которая довольно-таки современная и имеет уже нормальный интерфейс для обычного пользователя, в отличие от старого интерфейса AXIS. Что мы видим на самой камере? Здесь можно сделать скриншот, здесь можно настроить устройство хранения, если есть карточка памяти, и включить ее на запись. Здесь же можно включить обогреватель этой камеры. Как видите, камера у нас работающая, стоящая на определенном участке, поэтому мы будем сегодня экспериментировать на нормальной живой камере, а не в кабинете. Здесь же мы можем поменять тему, светлую или темную, на ваш выбор, и посмотреть небольшую справочку, в которой так кратко, но написаны основные функции всех настроек. Сами настройки находятся у нас вот в этом меню. Здесь мы попадаем на, в первую очередь, настройки изображения. Насыщенность, контраст, яркость, четкость. Здесь можно играться бесконечно. Кроме того, эта камера у нас не такая, не дешевая, хорошая, вариофокальная. Поэтому можем спокойно приблизить или отдалить ее. При этом автофоксировка будет сама фокусироваться на тот участок, который вы задали. Широкий динамический диапазон. Известный режим, который используется во многих хороших камерах, который позволяет нам в случае какого-то засвета затремлять участки и, наоборот, в темных участках делать более светлое изображение. Ну, в дневной камере вы это особо не заметите. Она больше подходит для камеры с хорошим освещением, где включено много фонарей, или для сумерок. Дальше. Есть ИК-фильтр. ИК-фильтр позволяет нам закрывать матрицу от попадания на нее инфракрасного излучения, от солнечных лучей и других горячих источников. И также здесь у нас есть такие нормальные настройки экспозиции, когда мы можем поставить с вами время затвора и усиление экспозиции. Ну, как правило, ставим автоматическое, вставляем только максимум скорости затвора и дальше уже камера сделает сама все за вас. Следующий момент это настройки, собственно, нашей диафрагмы, которую мы можем всегда зафиксировать и открыть или закрыть на определенный промежуток времени. Это такая уже более профессиональная настройка для обычного пользователя, для обычной обстановки она, по большому счету, и не нужна. Поток. Как видим, камера позволяет писать в качестве чуть ли не 5-6 Мбит. Мы ставим обычное Full HD. Здесь мы указываем частоту кадров FPS на данный момент, 8 кадров в секунду. И здесь наше сжатие. То есть, чем больше сжатия, тем, как вы видите, картинка становится более такая зернистая и с загрублением пикселей. Следующий момент технология ZipStream. Это именно технология самой компании Axis, которая позволяет уменьшать количество видеопотока с помощью своих каких-то определенных настроек. Здесь же мы можем всегда поставить динамический FPS, который будет в зависимости от интенсивности картинки выставлять то большой, то ли маленький число кадров в секунду. И еще интересная функция – автоповорот для камеры. Даже если ваши монтеры-умельцы повесят камеру вверх ногами, при включенном автоповороте она сама определит, где вверх и где вниз по картинке, находящейся на ее камере. Но это же можно сделать и вручную. Вы всегда можете повернуть ее зеркально для совоприхотливых клиентов или развернуть на определенный угол. Как видите, данная наша камера как раз стоит вверх ногами и ее уже повернули на 180 градусов настройках. Следующая наша вкладка «Наложение», которая позволит на поток видеоизображения наложить какой-то наш текст. Кроме текста, камеракс поддерживает свой определенный код, в котором вы можете вставить любую информацию. Например, вот сейчас я поставил битрейт, килобайт в секунду. Кроме того, можно наложить какое-то изображение на этот объект, логотип фирмы или какое-то интересное название ее. Это тоже для особо изощренных заказчиков. Следующая настройка – это звук. Данная камера поддерживает линейный вход. То есть мы можем подключить на самой камере микрофончик, спрятать ее или в корпус камеры, или вынести ее наружу. И здесь мы можем этот микрофон настроить. Добавить усиление, включить дополнительный усилитель. И выбрать режим кодирования, по которому аналоговый звук будет преобразовываться в цифровой. Наша камера сейчас находится без микрофона, поэтому особого уровня мы здесь никого и не увидим. Дальше мы перейдем к вкладке ПТЗ. Как видите, сейчас она не поддерживается. Для чего мы снова заходим в зону просмотра. Создаем определенную зону, в которой разрешаем использование ПТЗ. После чего мы прямо здесь, на изображении этой камеры, можем управлять зумом. Не в настройках, а именно здесь. То есть, статически расположенная камера, по сути, может быть для вас роботизирована в некоторых пределах по углу местной, по асимуту. Удалим эту зону, она нам больше не нужна. И еще одна настройка, так называемая маска закрытых зон. Не всегда какой-то пользователь может смотреть определенные места на изображение вашей камеры, поэтому мы всегда можем добавить какую-нибудь маску, которая не позволит смотреть, что происходит в определенной области. Выглядеть она будет примерно вот так. Так же удалим эту маску. Приложение. Данная камера серии P, как правило, стандартно обеспечивается только одним приложением, Access Video Motion Detection, по которому мы всегда можем настроить датчик движения на этой камере. Вот небольшие настроечки. И с помощью этого датчика движения дальше можем уже реагировать на какие-то события, которые настраиваются также в этой камере. К этому мы еще вернемся. Настройки самой системы. Что мы здесь можем настроить, что нам позволит делать камерам? Язык. В старых камерах Access язык нужно было всегда подгружать. Данная камера поддерживает довольно-таки большое количество уже встроенных языков. Настройки TCP и IP. Здесь мы можем посмотреть текущие настройки. Здесь мы можем настроить как по статике, так и по динамике данную камеру. И использовать сетевые имена. Также здесь есть фильтры IP-адресов. Такая штучка для параноидов, которые могут эту камеру смотреть только с определенных локальных машин. Настройки даты и времени. Можно делать как вручную, так и автоматически поддерживать IP через NTP-сервер. AVHS. Это облачное хранилище компании Access. Никогда не использовал, даже не подскажу, что с ним делать. Опять же, ориентация. Про которую мы уже рассказывали. Только вынесено уже в эту настройку. Сертификаты используемые здесь. HTTPS. Дальше, SMMP. Anvif. Не все системы видеонаблюдения поддерживают драйвер Access. Поэтому мы здесь спокойненько добавляем какой-нибудь определенный логин. Создаем для Anvif. И тогда через этот данный логин, пароль Anvif, камера будет работать. Не по драйверу Access, а по протоколу Anvif. Настройки пользователей. Устройства хранения. Мы уже на этом останавливались. Порты ввода-вывода. На камере есть несколько портов, на которых мы можем повесить какой-то любой датчик или какой-то интерфейс. После чего камера будет работать с ними в комплексе. Также здесь есть детекторы. Здесь есть тампер на открытие. Здесь есть при потемнении картинки. Также будет какой-то создаваться аларм. И здесь есть такая настройка Shock Detection. Которая при попытках уничтожить камеру или снять ее при включенном детекторе будет выдавать определенный сигнал. И такая интересная вкладочка События. Камера довольно-таки умная. И поэтому мы всегда можем создать какое-то правило для данной камеры. К примеру, по детектору или по кому-то сигналу или по кому-то времени данная камера будет делать такое-то действие. Включить подсветку, поменять режим изображения, записать видео, послать картинку, послать сообщения и прочее. Профили потока. Камера Аксис. Почти все камеры Аксис современные поддерживают до 8 потоков, которые мы можем создать и передавать на другие системы или другие сторонние пользователи с своими определенными настройками. Вот настройки каждого потока можно сделать здесь. И для самых таких изощренных пользователей всегда можно зайти в расширенные так называемые инженерные настройки и здесь выставить, к чему душа лежит. На этом все. Спасибо за внимание. Удачной работы с хорошими камерами Аксис.